Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска. 2.4 бензин, полный привод. На этом автомобиле у нас стал греться двигатель в пробках. Поднимается температура, человеку пришлось включать печку, чтобы не перегреть. Быстрее всего подозреваю, что между радиаторами набилась грязь. Для этого мы отодвинем радиатор основной, освободим его от крепления и посмотрим. Если действительно да, он грязный, мы его помоем аккуратненько керхером. Если он чистый, значит надо искать причину в чем-то другом. Быстрее всего термостат, но термостат так себя не ведет, поэтому подозрения на радиатор. Открываем капот и смотрим. Снимаем вот эту накладку. Здесь я снял 4 клипса. Клипсы вот такого плана, они здесь заподлицо сидят. Мы их надавливаем, утапливаем, солдатик, и они вытаскиваются. Когда мы их вытаскиваем, мы обратно вдавливаем и сможем еще раз их использовать, они остаются целы. Снимаем накладку. Теперь снимаем воздуховод, вот эту часть, откручиваем два болтика, головка на 10. Снимаем воздуховод, вот эту часть. Откручиваем кронстейн. Откручиваем кронстейн. Который у нас держит шланг кондиционера. Радиатор у нас сидит под этой планкой. Для этого мы откручиваем эту планку. По бокам, справа и слева, у нас есть два болта М6. И так же с другой стороны. Вот у нас получается он ослаб. Здесь у нас усилитель держит впереди один болт, мы его тоже снимем. Снимать мы полностью планку не будем. Какая-то заглушка стоит. Так, ну что, вот планка у нас освободилась. Мы ее отодвинем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас проводка на сигналы. Проводка идет сюда. Это мы сможем отпустить. А вот эту проводку мы сейчас отцепим. Снимем ее с диффузора и разъеденим. Сюда отведем. Это нам даст здесь свободу с радиаторами заниматься. Раскрутим вот это соединение с двух сторон. И уже сможем раздвинуть радиаторы. Посмотрим, надо будет нам антифриз сливать. Не надо нам будет антифриз сливать. Уже видно будет. Сейчас отключаю проводку. Так, ну здесь проводка уходит. Здесь пучок большой. Я все-таки решил вот здесь вот ее снять. Вот кронштейны. Защелки я с кронштейна снял. И снял внизу датчик тоже так же. Защелки. Теперь у нас здесь свободно. Единственное, у нас здесь уходит вот масса. На контакт. Но она нам не мешает. Отводим в сторону. Все. Теперь половиним радиаторы. Хорошо. А этот не хочет, тот у нас открепился, будем квасить. Здесь головочка на 8. Возьмите. Помогу вот такими пассатижиками. Возьмите. Добавляю. Возьмите. Смотрите продолжение в следующей части. Но это аккуратно давите, чтобы отвертка не соскочила и не пробить радиатор. Теперь у нас сзади два болта. С одной стороны один и с другой стороны один, которые диффузор крепят к этому кронштейну. Даже эти болты, кто под закисли. Мы все смажем, когда будем собирать. Вот он кронштейн. И вот он второй. Тоже закис. Орбан. Орбан. Камзу. Смотрите продолжение. Орбан. 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 показать вон смотрите попробую камеру получше установить ведь все соты забиты сейчас берем все это выдуваем с двух сторон терхером здесь мыть не будем здесь надо снимать полностью радиатор продуваю ну что вот так вот все продул насквозь продувается и тот и другой радиатор теперь собираем резьбы эти я помазал собираем между собой оба радиатора а 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 КОНЕЦ 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 Здесь вот интересно, краник стоит, по идее этот краник должен снизу быть, а снизу никакого крана нету, то ли радиатор перевернутый, хотя патрубок взрывной там, то ли это для того, чтобы воздух спускать с системы, но он закрыт здесь планкой, до него не добраться. Ставим на место планку. Наживляем все. КОНЕЦ Так, защелкиваем вот эту проводку. КОНЕЦ КОНЕЦ И одеваем верхнюю накладку. Заглушка. Вот таким образом мы продули радиаторы. Грязи было очень много. Летело и туда и сюда. Я имею в виду продувал и в ту сторону, и в эту сторону продувал, и вниз дувал. Антифриз сливать не стал, радиатор вытаскивать не стал. Все получилось. Но еще нашел, откуда антифриз у человека выбрасывало. У него ставили газовое оборудование. И вон там на разъемы, которые идут на печку, ставили два тройничка. Хомуты не дотянули. Из двух тройничков на входе, ну из одного на входе, а с другого на выходе бежал антифриз. Давление поднималось и выдавливало. Именно он бежит с левой стороны что-то, когда температура начинает повышаться. Это антифриз убегал. Падал уровень, поднималась температура. Ну, радиаторы все равно надо было почистить. На этом все. Всего вам доброго.